Итак, ребята, всем привет! В этом видео мы поговорим про Parallels Dextap 18.3.1 на компьютерах Mac с процессорами Intel. У меня нету компьютера Mac с процессорами Intel, настоящего, у меня Hackintosh. Есть скрипт для Parallels 18.3.1, вот он. Но к этому позже я объясню, что делать компьютером Mac на Intel. То есть, маководы слушаем меня, а в следующем видео я объясню, как это сделать все на Hackintosh. Итак, поехали. Шифрование диска мы отключаем. Мы выключаем наш Mac. Нажимаем кнопки Command R и заходим в Recovery. То есть, мы нажимаем кнопки Command R и включаем Mac. Заходим в Recovery. У вас появится такая вот картина по аналогии с Apple Silicon. То есть, мы нажимаем «Забыли все пароли». Потом вводим Apple ID и пароль, к которому привязан компьютер Mac. И попадаем в Recovery. Далее идем «Утилиты», «Утилита безопасной загрузки». И должно быть вот так. Функции безопасности отключены. И можете разрешенные носители для загрузки разрешить загрузку с внешних или съемных носителей. Здесь поставить тоже. Включить, разрешить. Далее мы идем в терминал. И отключаем System Integrity Protection. Двумя командами. Поехали в Recovery. Итак, ребята, мы в Recovery. Поехали. Идем с вами в «Утилиты терминал». Я подвину немножко терминал сюда и приближу камеру. Чтобы было лучше видно. И пишем с вами, ребята, «CSR-Утил дисейбл». Здесь пароли не будет от учетной записи, потому что это Hackintosh, то есть это macOS на обычном компьютере. Intel и маке вводят пароль от учетной записи и соглашаются на изменение в System Integrity Protection. Как только это все отработает, появится вот такая картинка. Далее мы пишем следующую команду. «CSR-Утил». «UterDicated-Root» Дисейбл. Все это мы все выключили. Тоже согласились. Ввели пароль от учетной записи Intel Mac. Завершили терминал. После изменения параметров в утилите безопасной загрузки и отключения SIP в терминале, мы переразгружаем наш Mac. Я буду говорить так, потому что, чтобы было понятно. В обычном режиме. И заходим в систему. Итак, идем и проверяем с вами System Integrity Protection. «CSR-Утил». «Статус». «CSR-Утил». «Аутентикейтед». «Статус». «Статус». Все. В эту команду надо вписать в терминал. Откроем терминал. Скопируем команду. «Статус». Чтобы в настройках у нас появилось. Вот тут. Из любого источника. Вот. Далее. Ставим Command Line for Xcode в последней версии. Все. Также берем, даем доступ к терминалу к нашему диску. Переходим в настройки. «Конфиденциальность защиты». «Доступ к диску». «Терминал». Давайте мы удалим его. И я покажу, как правильно дать доступ к диску терминала. Вот мы плюсик нажимаем. «Программы». «Утилиты». «Терминал». «Открыть». Перезапустить терминал. Все. А теперь мы можем поставить параллель. Теперь самое интересное, ребята. А также делаем так, чтобы наш скрипт по умолчанию открывался в терминале. То есть мы идем в «Свойства». «Другое». «Все программы», «Утилиты», «Терминал». «Добавить» и жмем «Настроить». «Продолжить». «Терминал» по умолчанию. Вот наш скрипт. Просто так. Он не активирует. Давайте посмотрим. «Эррор». «Атлайн 34». «Lincensus.gson.nosecfile.org directory». Вот папка «Tool». Разворачиваем. Вот этот файл. Берем его. Копируем. И вставляем. Прямо сюда. То есть, чтобы он был не в этой папке. А вот здесь. Обязательно копируем, а не перемещаем. И запускаем скрипт. «Контрол». «Контрол». Зажимаем. И открываем. Вводим пароль. Соглашаемся инжектировать. А тут... «Контрол». Нажимаем «Нет». Готово. Параллелька должна быть закрыта. Открываем теперь ее. «Бизнес-версия». Вот так вот, ребята, на Intel'ах работает. Владельцы компьютеров Mac на процессорах Intel. Удачных установок. Подписываемся на канал, на Discord сообщество. Ссылочка будет в описании. Есть в описании YouTube канала. И будет первым закрепленным комментарий. Всем пока. До встречи в новых роликах.